Не прожить нам в мире этом, не пройдет, казалось, лето, не пройдет, казалось, лето. Приветствую всех и себя на канале. Я хотела с вами быстренько поговорить о насущных проблемах ютуба и вы заметили, что давно на моем канале нет полноценное видео, которое я выставляла почти каждый день. Хотя снимаю также много чего, много мы путешествуем, много где бываем, на всяких выставках, мероприятиях, ярмарках, а еще в путешествиях. Причем не вокруг Рязани, а в путешествиях по нашей стране и очень на большое количество тысяч километров. И об этих путешествиях я хотела бы рассказать на ютубе, как и раньше, рассказать о новых местах, в которых мы были. Но, увы, увы, я старых, но, увы, в связи с этим замедлением ютуба приходится делать какую-то паузу. Пока разберешься во всем, я не люблю пользоваться VPN, потому что это незащищенный канал, как бы, ресурс, я не знаю, как это назвать по-русски правильнее. То есть, когда виден твой адрес третьим лицам и вообще, мало ли чем, это может аукнуться. Поэтому через VPN я захожу на ютуб, кстати, очень редко, но чтобы посмотреть нужные мне видео, какие-то по рукоделию или по путешествиям моих любимых блогеров, которые я смотрю, в телефоне, с телефона. А вот на компьютер я не смогла поставить видео, я, ой, видео VPN, и, наверное, где-то неделю я сомневалась, стоит ли это делать, потому что у меня вообще не работает на компьютере ютуб. То есть, страничка может загрузиться, но никакие видео не идут. Также, в принципе, и в телефоне, потому что у меня связь с Мегафон, а не МТС. И, наверное, не только поэтому, а по Wi-Fi вообще, Wi-Fi от Ростелекома, ютуб давно не работает. Уже, наверное, месяца два. Поэтому, вот то, что последнее видео, которое я грузила, это, знаете, были последние дни издыхания ютуба. И с 11 сентября вообще перестало все грузиться. И поэтому я на этом поставила пока точку до тех времен, когда я не смогу гарантированно пользоваться ютубом с тем же VPN, платным или бесплатным. Но чтобы знать, что все у меня будет в компьютере и с моими данными в порядке, что никто не заберет у меня канал или не украдет мои данные. Не знаю, чем эта вся окнется. Все-таки бесплатный VPN, это очень плохо. Ладно, телефон, но все равно у тебя все подвязано, как бы твой адрес подвязан везде там в интернете. В общем, всех этих нюансов я не знаю. В общем, те, кто умеет пользоваться VPN, наверное, посмотрят это видео. Те, кто на ютубе, те, у кого еще работает ютуб без всяких VPN, это вообще прекрасно. Потому что пишут с разных концов страны, что у кого-то на Дальнем Востоке он работает. У кого-то с МТС работает, в Москве у кого-то работает, у кого-то вообще давно ничего не работает. Так у меня, я в числе тех, у кого давно ничего не работает. Поэтому загружаю, я там монтирую видео все на компьютере, на ноутбуке. И я не могу загрузить свои видео вообще. То есть вот приехал с отпуска, с очередного путешествия большого, которое я планировала тоже как бы спомонтировать и начинать его грузить. Я не могу это сделать. И вот последнее у меня видео было на ютубе. Моя подруга Магаданочка Регина из Перми была в гости у нас в Рязани. Это было где-то в начале, в середине августа месяца. А уже, товарищи, какой 19 сентября, уже конец месяца. Кстати, в Рязани продолжается теплая погода. Было 28, 26, 25. Вчера было сегодня, наверное, 23. 23, но это прекраснейшая погода для осени. Для осени. Я бы даже не назвала это бабьим летом или бабьей осенью или что это такое. Просто лето. Это лето продолжается. Вроде ожидается какое-то похолодание. Это так и между делом. Но оно будет небольшое. Там пойдет ли дождик или нет. Я вообще не помню, что такое дождь. Потому что вот именно это лето было, конечно, феерическое. Оно началось в Рязани в конце апреля, в середине апреля. И уже 5 месяцев мы живем в лете. И мне это очень нравится. Так, ну а для тех, кто вообще смотрит видео впервые, я хочу сказать, что мы, магаданцы, с мужем, мы приехали сюда 3,5 года назад. Это повторяю для тех, кто вообще никогда не смотрел моих видео за эти 10,5 лет существования канала «Анжелина Калейдоскоп жизни». И мы приехали сюда жить на пенсии. Я думала, что продолжу именно снимать наши путешествия, новые города, рассказы о Рязани, о том, как мы здесь живем, об адаптации. Ну вот получилось так, что видите, с Ютубом случились такие неполадки, как и, наверное, неполадки с общей ситуацией в мире. И мы никак не можем на это повлиять, но будем пристраиваться и как можем смотреть, да, все. У кого нет возможности смотреть Ютуб, потому что то затихнет, то потухнет, то погаснет. Я приглашаю всех, я пишу это в каждом видео, на каналы с одноименным названием «Анжелина Калейдоскоп жизни». Решила ничего не переименовывать, хотя, конечно, можно сделать было что-то короче, но не хочу, чтобы меня теряли, потому что я, в принципе, жива, я хочу продолжать снимать, я хочу продолжать делиться. А это я могу сделать вот на Рутубе, хотя многие его сильно не любят, и я его не любила два года назад. Сейчас, я смотрю, он развивается, и нам просто некуда деваться, как пойти на Рутуб. Также на Дзене, то же самое название «Анжелина Калейдоскоп жизни». Мне Дзен не сильно нравится, эта платформа не для видео, она платформа больше поболтать, там похейтерить, поругаться. Там сидят такие люди, которые любят прийти куда-то, как раньше было на Ютубе, приходят кому-то в дом и сразу срут, извините за выражение. Так вот, на Дзене это как в порядке вещей, там вообще просто это, просто, вот я не знаю, что не напишешь, какую публикацию не напишешь, придут какие-то дуры или дураки, и сразу начинают какать. Откуда они берутся стаями, я не знаю, ну кто-то тащится от этого. Такое случается, конечно, и на Ютубе, ну так как в правилах моего Ютуба прописано, не какать, не испражняться, вести себя прилично, не материться, не переходить на личности, не говорить о политике, не говорить особо о религии, потому что она у всех разная. То как-то вот я эти правила, если придерживаться, то будет мир, да, мир и на канале, и вообще, наверное, в жизни. А в других местах просто жутики, поэтому я Дзен не сильно люблю, я просто туда гружу видео, но канал не развивается, когда ты там не общаешься, когда нет комментариев, там бывают комментарии встретиться раз в месяц, два, три, вот, канал не будет продвигаться. А на Ютубе чуть-чуть сейчас получше стало, получше, потому что есть такая программа, с помощью которой многие блогеры наши российские, они переносят свои видео на Рутуб. Можно до двух тысяч видео их перенести, нажимаешь на кнопочку, там вставляешь определенный код. Я хотела это сделать, но это можно сделать при наличии, при работе Ютуба, а работает он только с ВПН, да, и это надо оставлять именно вот на сколько-то дней, чтобы у тебя это все работало и переносилось. Если где-то затупит, я не знаю, чем это закончится. Вот, поэтому я пока еще этим не занималась, мне бы очень не хотелось, чтобы пропали все мои видео. Для того, чтобы перенести, мне придется открыть закрытые видео, но потом я их закрою или удалю с Ютуба, я пока не знаю, но мне самое главное их сохранить, потому что в тех же закрытых видео мои есть, как я пою, как мы танцуем, как мы отмечаем праздники, мои домашние семейные видео. Ну, если даже кто-то их видит, там ничего такого страшного нету, но все равно это видео для меня, то есть я их закрою, открою, перенесу на Рутуб, потом закрою и там, и там. Какое-то время это будет, ничего страшного. Так, про что еще хотела сказать? Я вот планирую это сделать, потому что мне очень жаль, что пропадут видео, если вдруг с Ютубом, а у нас могут же закрыть, у нас просто могут для России все закрыть, и даже с ВПН не будет ничего работать. Поэтому мне очень жаль, если пропадет вся моя работа за это время. Пусть эта работа была у меня как хобби, это было моим увлечением, оно остается моим увлечением. То, что мы были в отпуске очень длительном, о котором я сейчас расскажу, видео я начну делать на днях, у меня был такой большой перерыв, что я этим не занималась. Во-первых, мы путешествовали 17 дней. Для нас, магаданцев, это, конечно, не срок, потому что предыдущие отпуска у нас были по 2 месяца, по 3 месяца. И когда мы сюда переехали, мы куда-то выезжаем, и самый большой, наверное, выезд у нас был 10 дней или 11, когда мы ездили в Калугу зимой. А остальное время мы путешествуем 4 дня, 3 дня, 7 дней, самое большое. И вот 11-10 дней была Калуга, по-моему, с Москвой, Калугой, там, с другими городами. Тулу проезжали. Тут мы 17 дней ездили. И мы ездили не в соседний город, мы ездили на море. Переехав в Рязань, мы сразу поставили, когда-то еще мечтая в Магадане, что мы переедем и обязательно поедем на море, когда купим машину. И как поедем. В общем, мы 3,5 года не могли собраться. Не то, что силами, нет, и не деньгами, нет. Хотя поездка вышла в копеечку, но мы же к этому как бы планировали это путешествие. И почему такое длительное? Потому что мы побывали не в одном городе. То есть мы поехали на море и приехали не в одно место. Мы побывали и в Ростове-на-Дону, там ночевали. И доехали до Крыма. Мы впервые проехались по Крымскому мосту сами на машине. Побывали в Судаке, который мы любим, нам нравится это место. Побывали на новых пляжах, которые тоже нам понравились. Потом мы побывали в Витязево. Заглянули в Анапу. Мы никогда не были в этих городах. Мы отдохнули в Витязево. Тоже очень понравился нам пляж там. И потом по побережью мы еще планировали посетить, какой у нас там город, Новороссийск. Мы проезжали его другие города. Об этом я все расскажу в новых видео. Потому что я снимала периодически, когда я не была за рулем. Мы менялись через каждые 2 часа. В общем, это было такое путешествие. Мы проехали все побережье. Когда-то, когда мы собирались в путешествие, мы так боялись этого серпантина. Ой, серпантин, это так ужас, боже, такой кошмар. Так вот, серпантин для тех, кто ездил по нашим перевалам Колымским, это фигня. Это просто дорога извилистая, где-то на гору, где-то с горы. Крутые повороты. Но так если вспомнить перевалы, тот же Гусаковский перевал, там или Тещин язык в Магаданской области и другие. Кто на них был, тот знает, что это такое. И это намного выше, чем те перевалы, которые по побережью Черного моря. Чем они отличаются? Ну, это я сразу так между делом на вскидку говорю. Просто скорость движения другая. Там всегда тепло, там нету гололедов. Там просто медленно едут машины и создаются провки. Именно на перевалах нет. Но на въездах в маленькие поселочки и городки. Потому что там пропустная прособность меньше. Она затруднена движение в связи с тем, что улицы, пешеходы, летом туристы осенью отдыхающие. И везде светофоры натыканы. Конечно, скорость движения другая. И вот на въезде порой можно простоять в пробках 15-20-30 минут, час-два-три. На въездах в какие-то там архивы Осиповку и еще какие-то другие городки. Название сейчас я говорить не буду, но просто я говорю, что такое серпантин там. И какая дорога, которую мы так боялись по побережью. Типа, ой, такой кошмар. Да не кошмар это, не кошмар. Просто едешь и едешь медленно. Нормально. Вот поэтому мы вот это путешествие как бы ждали. Мы в него поехали. Были целых 17 дней. И я не могу сказать, что я соскучилась по дому порезать. Я бы, наверное, еще куда-то рванула, если бы было много денег. Потому что каждый день это где-то ночевка. Это обязательно ночевка где-то. Мы не спим в машинах. Мы любим комфорт. Мы любим помыться. Мы любим поужинать нормально. Поэтому 17 дней путешествия. Это значит 16-17 ночей где-то. 16. Поэтому добравшись из отпуска сюда. Да, доехали мы до Адлера, до Эмеретинки. Хочется об этом рассказать. Хочется вот рассказать об этом по-новому. Раньше, если вы помните, мы ездили на поездах. Когда ты путешествуешь своим ходом, это совершенно все по-другому. Мы не ночевали нигде в палатках. Мы снимали жилье. Это были и гостиницы, и гостевые дома. Точнее, это не гостиницы. Сейчас отели называются. И с питанием порой, и с завтраком. И условия просто шикарные. Цены разные, и не запредельно какие-то крутые, несмотря на август. Мы собирались в сентябре, но как-то рванули на неделю раньше. Потому что нас друзья заманили в Крым. Говорит, приезжайте к нам в Крым. Мы поехали. В общем, мне хочется обо всем этом дальше рассказывать, делиться. Потому что даже если нет возможности сейчас ездить кому-то за границу, то можно отдыхать и на нашем побережье. Правда, те, кто привыкли к другому отдыху, они привередливы к нашему российскому сервису. И, естественно, для них некоторые вещи покажутся ужасными. Там же все-таки все включено. Вот они привыкли приезжать, все включено. Мы люди более легкие на подъем. Нам лишь бы было где поспать, чтобы туалетик был свой, и ванночка, и по дороге есть, и перекусить, и где рестораны есть. Ну, в общем, товарищи, даже живя на пенсию, я вам могу сказать, что можно путешествовать. Просто наш народ, это так между делом, он привык больше ныть. Я понимаю, что когда здоровья не хватает, да, и много денег уходит на лекарства. Но когда еще на лекарства тратишь совсем чуть-чуть, или там где-то ломаешься по пути, да, я сломалась, кстати, по пути на второй день пребывания в Крыму. То есть мы приехали в Крым, и на второй день мне отказала моя левая нога зараза. Судороги. Старость приходит неожиданно. И я хромала весь отпуск. Я ее лечила, хромала, пила этот магний, пью до сих пор. Да, оно проходит лучше. Также вот мое плечо, которое у меня болело, я много плавала, и мне стало лучше. Все-таки я немножечко его разработала. Сейчас пойду опять процедуры буду доделывать. Хочется быть здоровой. И пока еще я не сильно много денег трачу на лекарства, есть возможность путешествовать. Мы это и будем делать. Вот, поэтому мы не помогаем детям. У нас нет внуков. Нам даже дети чаще помогают, чем мы. Мы прожили жизнь. Мы все, что могли, дали детям. Есть у них возможность помочь родителям? Или наоборот, у нас есть возможность, конечно, поможем. Нет возможностей, мы живем для себя. Потому что прошло то время, когда растили детей, когда вкладывались в них. И знаете, вот как многие родители, они говорят, мы ждем отдачи от наших детей. Мы ничего не ждем от наших детей. Мы рожали их для себя. Мы рожали их для собственного удовольствия. А сейчас, когда они взрослые, мы их отпустили. И пусть они живут для себя, для своих детей, для своего удовольствия. А мы будем жить для своего. Может кто-то со мной не согласен, но вот у нас такая позиция. И вот поэтому мы живем для себя. Если у нас есть денежка, мы тратим на себя. Мы стараемся даже с пенсии чуть-чуть, даже пятерочку, троечку, десяточку отложить на путешествие. Чуть-чуть нас собирали. Может потом где-то влезем в долг, ничего страшного. Но вот едем в путешествие. И вот об этом путешествии мне очень хотелось бы рассказать на ютубе. Потому что все-таки на ютубе 7,5 тысяч подписчиков. Но пусть даже не все смотрят мои видео. Просто у людей в подписках есть. Кто-то не путешествует, кто-то путешествует, кто-то гуляет с нами по Рязани, ездит в другие города. Кто-то ходит со мной на выставки, кто-то играет со мной в куклы. Кстати, у меня же есть второй канал Анжелина. Шьем с Анжелиной Джоли. Я там и о шитье рассказывала когда-то. Потом перешла на кукол. Ну, в принципе, там общее. Я думаю, что я видео из того канала, потому что они не все есть здесь, перенесу на Рутуб. Поэтому, если сейчас на Рутубе будут появляться видео мои с самого начала, не пугайтесь. Они будут грузиться периодически. Там, поскольку это штук. Появляться, появляться. Но это хороший повод пересмотреть старые видео. Порой я лезу и смотрю свои видео по списку, что я когда снимала или ищу какое-то видео. Я удивляюсь, как много интересного я когда-то наснимала. Мне самой хочется их посмотреть. И вот некоторые я читаю, спрашиваю там каких-то блогеров, живущих в Магадане. А поснимайте это, а поснимайте это. И мне хочется сказать, товарищи, заклините вот в эти видео вот эту папочку, которая называется плейлист «Мой Магадан». Там есть все улицы, по которым я гуляла. А гуляла я, наверное, по всем улочкам нашего города. И приезжая сейчас в Магадан, я в феврале опять туда собираюсь. И опять пройдусь по некоторым улицам, но не по всем. Потому что я туда езжу по своим делам. Я там гуляю сейчас именно там, где мне хочется. А брать заказы какие-то, ну, можно, наверное, взять за отдельные деньги. Потому что даже прогуляться где-то, это мое время. Это, опять же, это мое время и мои деньги. А еще будет очень холодно в февраль. Не будет такого тепла, как в марте. Я была в конце марта, я же брала билеты в этом году, летя в Магадан, посмотрев прогноз. Мой говорит, ой, а что ты сидишь? Тебе же надо в феврале было появиться в Магадане. Я говорю, да что я пойду? Там такой дубак. Решила уже не летать. И мне он говорит, ну-ка иди посмотри. Тут на последнюю неделю марта 4 градуса, минус 4, минус 6. Прекрасная погода. Такая же, как была в Рязани. Ну, и я купила билеты только потому, что была хорошая погода. Если было холоднее, конечно, обидно, досадно. Не хочется ездить в холода, но вот мне надо в феврале появиться в Магадане. Об этом еще, если будет YouTube, мы поговорим. А вообще, я подумала, вот раз на YouTube нет возможности делать прямые эфиры и мастер-классы, как раньше, то, наверное, я это буду делать в ВК. Или можно освоить площадку Рутуб. Почему бы и нет? Так вот о Рутубе. Раньше, 2 года назад, мне Рутуб очень не нравился. Очень. Он был сырой. Его только... Он существовал сколько-то лет, но он был такой, знаете, вот дубовый, деревянный, как чайник. И видео туда грузились очень долго. И почему я не грузила? Там погрузила сколько-то видео, но на них тратилось по много-много часов. И я подумала, что нафиг он мне нужен, не буду я грузить. О чем я сейчас пожалею. Надо было все-таки стараться и грузить. Пусть они висят по несколько часов. Ну, по крайней мере, я бы туда что-то грузила. Ну, если сейчас будет возможность их перезагрузить, то да, это будет очень хорошо. Если не будет такой возможности, или не получится, или что-то собьется, то, что придется пользоваться этим VPN, а компьютер должен быть включен с утра до вечера, чтобы это все перекидывалось. В общем, эти вопросы я еще уточню. Если кто владеет информацией больше и лучше, чем я, расскажите. Вот. И про что я говорила, про что я говорила, мысль потеряла. Про Рутуб. Знаете, вот если не будет Ютуба, ну что поделаешь? Есть люди, которые до сих пор вот смотрят видео с путешествиями, как бы любят мои видео, не пропускают их. Большое спасибо, кстати, вам за это. Поэтому я буду продолжать делать их на тот же Рутуб. Дзен это уж для тех, кто смотрит Дзен. Вот кто что любит, да. И самое главное, еще есть ВК-видео. Это прям вот отдельная программа, можно поставить ВК-видео, набрать там Анжелина Калейдоскоп жизни, Рязань. И вы выйдете на мое сообщество, куда я гружу по порядку все свои видео. Правда, гружу с того момента, когда Ютуб перестал работать, к сожалению. Но, по крайней мере, там хоть что-то сохранится. И то хорошо. Вот три ресурса, которые придут на замену тому же Ютубу, где можно путешествовать со мной, там общаться. Это прежде всего Рутуб, как ни крути, Дзен и ВК-видео. Мне ближе ВК-видео, но люди туда, там не находят пока. У меня очень мало там подписок. Вот если 7,5 тысяч на Ютубе, то там 20 человек или 11 человек. Что-то такое, я вот не могу сказать. Ну-ка, ну-ка, мне даже интересно. Я сейчас гляну. Подождите, Анжелина, калейдоскоп. Вот, я зашла сюда. И у меня здесь сколько подписчиков? Блин. Ну, давайте откроем. То есть люди не знают, что это существует. И поэтому... Нет, написано, что я подписана. А сколько же подписчиков показать? Все управления. Еще пригласить друзей. Можно пригласить друзей. Можно сделать рекламу. Я этим не занимаюсь. Здесь надо заниматься. Ну, увы. Увы. А сколько же подписано? Прям я не знаю, как посмотреть. Ну, ладно. Короче, здесь немного. Немного. В Дзене там вообще пипец, как мало людей. Вот у меня Дзен так давно существует. Там и статьи писала. О, 377 подписчиков. Это много. Но, не знаю. Невозможно общаться на многих ресурсах сразу. Вот YouTube был, да. Один ресурс. Поболтать можно на Telegram канале. Или где-то, опять же, кто где подписан. Редко я бываю в одноклассниках. Одноклассники как-то себя изжили. Но я их не удаляю. Потому что там есть многие люди, которые не умеют пользоваться другими ресурсами. Я даю ссылочки на какие-то видео. Они туда заходят. Так что, товарищи, давайте не будем теряться. И где я буду делать мастер-классы. Потому что мы с девочками раньше рисовали здесь на канале. На YouTube. А сейчас я даже не знаю, где можно шить, где можно рисовать. Ну, попробуем это делать ВКонтакте. Попробую, может быть, сделаю такой чисто пробный эфир на том же Рутубе. А вдруг получится. Потому что связь-то, в принципе, хорошая. Но единственный минус, что, чтобы, например, на Рутубе кто-то посмотрел из твоих знакомых. Опять же, надо, чтобы он кинул эти оповещения, что эфир начался. И мне давать также рекламу, как я делала раньше на YouTube. В общем, как это все будет происходить, я абсолютно не знаю. Но сейчас, вот сегодня утром, я включила VPN на телефоне. Я с таким большим удовольствием, проснувшись в 5 утра, это минус. Но с большим удовольствием это плюс. Я посмотрела на YouTube блогеров, которых я люблю смотреть. Путешествия Владимира Кота. Он поехал в очередное путешествие со своей алой кошкой. Девочку Торичан. Мне нравится смотреть из Японии, потому что я с ними путешествую. Не первый год. Девочка умничка. Много узнаешь о Японии, о других странах. В общем, и потом, господи, кого же я еще смотрю, мальчика, девочку, мальчика, я их так называю. Ну, в общем, такие вот современные новости, современные каналы, которые мне очень нравятся. Может быть, я без каких-то каналов смогу прожить. Но мне порой нужна какая-то информация. Конечно, на YouTube ее много. И по таким названиям невозможно идти на Routube пока еще. Я очень надеюсь, что Routube разовьется и там перенесут хотя бы наши российские блогеры свои видео. И у нас будет поиск более лучший, нежели он есть сейчас. Ну, в общем, будем надеяться на лучшее. Товарищи, много вам наговорила. Конечно, мне не хватает очень вот YouTube такого, какой он есть. То, что хочется порой видеться. Мне хочется поговорить. Да, я вам о своем чем-то рассказала, о планах. Мы с вами пообщались, как раньше были же те эфиры и о Магадане, и о Рязани, о переездах, о путешествиях. Сейчас, ну, просто кошмар. Не знаешь, не знаешь, куда податься. Ой, ночь чешется к чему-то это, господи. Так вот, самое главное. Не хватает мне YouTube как большого информационного ресурса. Каждый раз включать его и VPN очень неудобно. И я не знаю, какие олени придумали все это дело. Я понимаю, что очень много нехорошей информации на YouTube. Ну, блин, ну, ё-моё. Ну, вот мне она не попадается, потому что я ее не смотрю. Я смотрю то, что мне надо. Зачем мне смотреть там ту же политику, расстраиваться или сраться где-то в комментариях. Господи, так и весь мир и так уже на нервах. Короче, давайте верить в лучшее. Давайте верить в лучшее. Да, YouTube это не самое главное в жизни. Но пока этим жили, пока это хобби было, оно было. Мне не хочется его бросать. Поэтому продолжу по возможности хотя бы на других каналах и ресурсах. Ну, а там как получится. Самое главное мне перенести все видео с YouTube. Поэтому с YouTube хотя бы на Rootube. Хотя бы. Есть еще кнопочка перенести на дзен. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, ладно, на этом с вами прощаюсь. Поговорила долго. Кто меня досмотрит хорошо, кто не досмотрит, посмотрит на других ресурсах. Вот. Если смотрите, знаете, мне приятно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Потому что я вижу, что, например, просмотров может быть 150. Да, сейчас просмотров стало очень мало на YouTube. Я понимаю, почему я сама не смотрю ничьи видео. У меня может загрузиться страница и могут загрузиться комментарии. Но видео я не посмотрю, если я не включу VPN. На компьютере пока не хочется этого делать. Не знаю, чем аукнется. На телефоне делаем. Ну, это такое дело, что посмотрим. Посмотрим, чем это все закончится. Вот. Поэтому, товарищи, спасибо, что смотрите, что вы все эти годы со мной. Буду надеяться, не буду опускать руки. То, что у меня эту неделю, две недели, как вот мы приехали, полторы недели, у меня руки немножко так опустились. Я понимала, что жаль потерянных лет работы с YouTube. Жаль, что политика вмешивается вообще в интернете во все это. Очень жаль. Ой, ну ладно, что же делать. Мы простые пользователи. Мы будем уже подстраиваться под все. Ой, смотри на себя. Господи, как я постарел за эти годы. Это просто у меня вывезло. Какое-то старое видео. Я там такая молодая. Мыся молодая. Сейчас на себя смотрю. Думаю, свою кошелку ты старая. Господи, куда ты лезешь? Ну, хобби у меня такое. Ну, чего ж подержишь. У каждого свои хобби. Кто-то пьет водку. Кто-то там рыбачит, охотится. А я люблю поснимать и поделиться чем-то интересным. А еще я люблю шить и играть в куклы. Еще люблю готовить. Вязать. Я много чего люблю. Сами знаете. Поэтому не будем с этим всем расставаться. Сейчас сделаю видео. Попытаюсь загрузить. Не уверена, загрузится ли оно на YouTube. Но я попробую. Ну, а на все остальные ресурсы загружаю. Спасибо, что вы со мной. Прям еще раз большое спасибо. Ставьте, ставьте вот эти лайки. Кстати, она, как называется, на Рутуб студии. Это у меня сейчас грузится новое видео. Одно августовское про Рязань. Есть такое. Там ракета есть такая, на которой нажимаешь не просто плюсик, минус, а ракета, чтобы видео попало в топ. Если вам не трудно, если вы считаете, а даже если вы не считаете, давайте нажмем на эту ракетку. Потому что если мы ее нажмем, видео попадет в топ. И хоть у меня будет канал как-то продвигаться. Может быть у нас и Рутуб будет не хуже, чем YouTube. Кто знает. Ну все, с вами была я, Магаданка Анжелина, живущая в Рязани на пенсии. До новых встреч. Надеюсь, в новых видео и на YouTube, и на всех остальных ресурсах. Просто буду клонировать, а что делать. Ну все, всем пока-пока-пока. Ну все, всем пока-пока. Продолжение следует...